и пожалуй без чего не обходится вообще весь шашлык так это это лук всем доброе утро всем доброе утро в общем еду магазин пришла нам тут идея с женой пожарить мясо но не гриль как мы уже привыкли немножко гриль под надоел нам решили пожарить именно традиционного шашлыка на шампурах но так как шампуров у нас нет у нас такая есть большая пика для жарки курицы гриль духовке но у цели на ней как-то буду буду пытаться жарить в общем сейчас пойду куплю мясо свинины замариную классический лук там перец соль и все ну и будем жарить в конце видео расскажу про тестирование бизнес идеи продажа детских понтов поделюсь информацией расскажу цифры в общем в общем будет будет в конце интересно так что дождитесь обязательно и всем хорошего дня и Субтитры сделал DimaTorzok Очень надеюсь, что я все купил, то, что жена просила. Ну, вроде бы все. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, как я предполагал, получилось на 100 злотых, на 105. В принципе, нормально. Там и ребрышки взял. Взял свинины почти килограмм. Ну, сейчас приеду домой, покажу, что я там накупил такого вкусного. Ну, сразу скажу, что это не очень экономичная сегодня моя покупка. Потому что я там и котлет взял, и мясо, и угли, короче, взял, и распалки такие, которые разжигают уголь. То есть я яичек еще взял, масло, ну, в общем. Но на 100 злотых можно гораздо больше купить. И я про это тоже запишу отдельное видео. Отдельно запишу видео, где расскажу, что можно купить на 100 злотых. В принципе, если покупка подходить очень-очень правильно. То есть заранее составить список, поехать в магазин, походить, посмотреть, может, акции, скидки какие-то есть. То есть можно на 100 злотых очень много всего взять. Может, в следующем видео покажу. Кстати, наверное, завтра я и покажу. В завтрашнем выпуске будут закупки мои на 100 злотых. Завтра мы с женой поедем в супермаркет. И скупимся именно на 100 злотых. Посмотрим, что можно купить. Ну, вот, собственно, то, что получилось взять на 100 злотых, 105. Это у нас ребра. Это у нас каркушка. Это задняя ноги часть. Это котлеты, полуфабрикат. Три пачки масла, 20 штук яиц. Две бутылки пива безалкогольного. Кофе 330 грамм. Две луковицы. Ну и что там, розжиг для гриля, для углей. Ну и сами угли. То есть это все на 105. Ну и плюс пополняшка 20. Как я уже говорил, что можно гораздо экономней скупиться. И это мы сделаем завтра. То есть я завтра покажу, что можно купить на 100 злотых, если подходить к этому творчески и экономно. Так что не пропустите завтрашний выпуск. В нем я покажу, что можно купить в Польше на 100 злотых. Причем на семью из четырех человек. И на сколько нам этого хватит. В общем, вот так вот жарим мясо. Нету шампуров. Вот обидно, что нету шампуров. Мы долгое время на гриле. А вот сегодня захотелось на шампура, а их нету. Вот теперь я задумался, чтобы их заказать. В принципе, наверное, так и сделаю. Закажу хотя бы. Чтоб 10-12 шампуров. Чтобы было вот так. Так что сейчас минут 15. И мы будем кушать. Как и обещал. Давайте расскажу вам про нашу бизнес-затею. Бизнес-идею по продаже бантов. То, что в прошлых видео, помните, я рассказал про шампура. Но пока эту идею заморозили, она очень живая. Но пока ее приостановили ввиду логистических трудностей. И все-таки мы хотим сами производить это все дело. И сейчас эти все нюансы более детально прорабатываем. Потому что здесь запустить бизнес не так просто, как, допустим, в Украине и в России. Что касается бантов. Бантов, бантов. Вы смотрите. Получили мы за два дня. Ну, довольно много заявок. Там больше 30. 37 я сегодня смотрел. Было 37 заявок. 37 заявок люди оставили на разные банты. И это, в принципе, хорошо. То есть, мы всем отписали. Я всем перезвонил. Сказал, что, к сожалению, закончились. То есть, такой лайфхак на будущее. Если что-то будете проверять, вы можете протестировать, подать объявление. Но когда люди оставляют заявку, вы просто звоните и говорите, что товар, увы, закончился. Ну, можете взять там предзаказ какой-то и сказать, что там через неделю-две собираетесь еще привезти. И можно взять контакты человека. Ну, это как вариант. Ну, мы получили больше там 37 или 38 было в последнее время. Смотрел. Заявок. То есть, это очень много за два дня. Скорее всего, это из-за того, что мы поставили цену ниже той, которая есть в магазинах. То есть, мы не пожадничали. У нас закупочная цена в среднем где-то на злотый, один злотый, один банк стоит. Мы его продаем. Ну, давайте я не буду говорить, почему мы его продаем. Причем в магазинах они продаются от 5 злотых. То есть, я пока не буду говорить, почему мы продаем. Но мы поставили ниже цену. И, скорее всего, из-за этого такой всплеск. Плюс 1 сентября. То есть, дети в школу пойдут. Тоже с этим связано. И третий момент. Это у них нет таких пушистых бантов. Ну, по крайней мере, мы здесь пока не нашли. Жена долго искала. Но, знаете, вот таких вот больших бантов каких-то. Как вот у нас обычно детей на 1 сентября наряжают. Такие вот большие. Мы не нашли. А мы такие же выложили в объявлении. И, в принципе, люди начали искать. Люди, вернее, начали спрашивать. Писать, звонить. Как можно заказать. Тема живая. Вот сейчас есть два таких важных вопроса. Что мы не знаем, как оно пойдет в сентябре и в октябре. То есть, все вот эти месяцы будут. И не знаем. Пока решаем тоже опять логистическую задачу. Как их с Украины привезти сюда. Но, чтобы все по документам было законно, легально. Потом еще же к нему нужно добавить НДС. То есть, сейчас все вот эти моменты прорабатываем. Но, как бы, это все мелочь. Правда, поверьте, это все мелочь. Когда у вас идея живая, когда у вас идея рабочая. Когда вы знаете, что есть спрос на это. И люди спрашивают, и люди хотят купить. То это все пустяк. Это все можно решить. В общем, вот так вот. То, что касается вот этой идеи. Так что, если вам тоже такие идеи приходят. Проверяйте, тестируйте. Делитесь своими результатами. Тоже пишите свои комментарии под видео. Нам будет очень интересно почитать. Возможно, что-то вы посоветуете. Возможно, вы и есть поставщик такого товара. То есть, будет очень приятно с вами посотрудничать. Кстати, хотел сегодня еще поговорить про мобильную связь. Рассказать, какую использовать в Польше мобильную связь. Какая дешевле, какая не дешевле. Какую не рекомендую. Я, по крайней мере. Но, скорее всего, это видео уже, наверное, завтра сделаем. Завтра мы сделаем обзор, что можно купить на 100 злотых. И заодно запишем видео про мобильную связь. Тем более, я сейчас заказал у одной компании интернет 4G. И заказал сотовую связь. То есть, полный безлимит. И жду завтра кульера. Там очень удобно. Я расскажу. То есть, тоже будет видео. Поделюсь, как это происходит. Но, очень-очень удобно. Так что, спасибо, что смотрите. Всего хорошего. Дня, утро. Я не знаю, когда вы смотрите сейчас это. Оставайтесь с нами. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok